Пашинян дал старт процессу разработки новой конституции Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне подписал указ о распуске профессиональной комиссии по конституционным реформам, созданной 12 февраля 2020 года, и создании Совета по конституционным реформам. Об этом этом сообщает Калибер. Эйзи со ссылкой на армянские СМИ, согласно информации, председателем Совета станет министр юстиции, членами, по согласованию, представитель Армении в Европейском суде по правам человека, глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, защитник прав человека, по одному депутату от каждой фракции парламента, то есть три, один представитель от высшего судебного совета, три представителя от партий, не вошедших в парламент и еще три представителя от зарегистрированных в стране общественных организаций. Кроме того, по предложению министра юстиции в состав Совета могут быть включены два представителя международных организаций, с совещательным голосом, которые на протяжении пяти лет работают в стране. Совет на конкурсной основе сформирует профессиональную комиссию по конституционным реформам в составе пяти человек — юристы, имеющие степень доктора или кандидата юридических наук, или степень магистра юриспруденции иностранного государства, обладающие как минимум семилетним опытом работы в правовой сфере. Министр должен в месячный срок сформировать и представить аппарату премьер-министра проект решения о формировании Совета по конституционной реформе, утвердить его состав и порядок деятельности. Напомним, что 14 декабря армянские СМИ писали о том, что Никол Пашинян хочет стать президентом Армении и намерен до конца 2022 года провести президентские выборы. Президент Армения, Саркисян также сторонник изменения Конституции. Он считает, что страна должна вновь стать республикой с президентской формой правления. Напомним также, что в 2015 году после принятия поправок в Конституцию Армении перешла от президентской к парламентской форме правления.